Он самый титулованный тренер по футболу за всю историю чемпионатов страны. Первый тренер России и единственный тренер, под руководством которого завоеван кубок УЕФА. В качестве игрока сборной СССР и Динамо он провел на поле почти три сотни матчей, а в родном городе в его честь названа улица. Сегодня в гостях у Хорошего Утро с Дмитрием Нестеровым завтракает сам Валерий Газаев. Доброе, хорошее утро! Говорю вам я, Дмитрий Нестеров, и объявляю программу «Хороший завтрак» открытый. Сегодня у меня в гостях заслуженный тренер России, депутат Государственной Думы. Самый титулованный российский тренер по числу медалей кубков за всю историю чемпионата России по футболу. Валерий Газаев, здравствуйте! Доброе утро! И сразу, во сколько начинается ваше утро? Как у любого нормального человека, в 7 утра. В 7 утра? Да, в 7 утра я уже провожу зарядку, потом завтрак и еду на работу. Сначала зарядка, потом завтрак? Безусловно. Не наоборот. Как вы поддерживаете форму? Только зарядка или что-то потяжелее? Нет, в фитнес-клуб не хожу. Стараюсь еще по субботам-воскресеньям играть большой теннис, если это возможно. Когда время бывает, погода позволяет, то, конечно. Но в целом, безусловно, необходимо поддерживать физическое состояние, физкультуру и спорт. Сегодня, если это был профессиональный спорт, сегодня это физкультура и спорт. Поэтому, в целом, и для здоровья, и, наверное, для здорового образа жизни это очень полезно. И призываю, кстати, всех обязательно заниматься физкультурой, спортом, вести здоровый образ жизни. Это, думаю, что профилактика против всех лекарств только спорт помогает. Но это регулярно. Это нужно не так, что сегодня мы занимаемся, а дальше забросим. Ну, я думаю, что каждый человек для своего здоровья найдет 15-30 минут с утра для того, чтобы заниматься спортом и физической культурой. 18 мая 2005 года возглавляемый вами ЦСКА впервые в истории России завоевал кубок УЕФА. Как вы праздновали тогда ту победу? Наверное, шампанское, гимн? Нет, ну, во-первых, мы сразу после игры сели в самолет, 5 часов летели в самолете. Поэтому, конечно, в самолете очень у всех было хорошее настроение. Не только у игроков, у гостей, у болельщиков, которые с нами летали, значит, журналисты. Всем показалось, что мы пролетели всего лишь 5 минут и сели в Москве. Поэтому, конечно, это был действительно большой праздник. Это был большой праздник не только для ЦСКА, для клуба. Это был всероссийский, и, можно сказать, безусловно, и все ближние зарубежья, СНГ, значит, и везде все отмечали. Потому что это впервые за 100 лет российский клуб добился такого грандиозного успеха – выиграть кубок УЕФА. И, конечно, это было большое достижение. И, безусловно, в первую очередь, это было достижение российского футбола. Кстати, про игроков. Как вам удавалось держать команду молодых пацанов, которым море по колено, у которых звезды уже можно с неба достать? Как вы держали их под контролем? Ну, у каждой команды есть цели, задачи, которые стоят и которые нужно выполнять. Конечно, сильный коллектив только способен выиграть такой престижный турнир. Плюс игроки, которые обладают мастерством, безусловно, талантом, я бы сказал, огромным характером. Вот такая команда была в ЦСКА. И люди были объединены единой целью. И все, начиная от руководства команды, президента клуба и, конечно, игроков, мы были единое целое. Вот это способствовало достижению цели. Возглавив Аланию, вместе с клубом вы впервые стали чемпионом России по футболу 1995 года. Готовы ли вы тогда были к поражению? Или вы шли уже уверенно вперед к успеху? Ну, во-первых... Был ли страх? Нет, никакого страха вообще нет. Если страх есть, страх – это потеря силы. Поэтому страха вообще не должно быть нигде и никогда. Должна быть везде уверенность. Даже если ты ошибаешься, ты должен ошибаться уверенно. Вот тогда ты чего-то добьешься. А что касается Алании, да, тогда, значит, собралась плеяда очень хороших игроков. И мы, да, укомплектовали команду, значит, ну и, безусловно, команда... Уже в 1995 году за весь сезон проиграла всего лишь три игры. Но по итогам чемпионата мы стали первыми. Поэтому после этого матча отменили золотой матч. То есть, фактически, если брать, то, конечно, Алания дважды стала чемпионом. Пять ответов Валерия Газаева. Блиц. Отвечайте на вопросы коротко, не задумываясь. Нападение или защита? Атака. Тренировки или вера в усы победы? Колоссальная вера во что-то святое или во то, чем ты занимаешься. И упорные тренировки. Лучшее в вашей жизни это? Лучшее в моей жизни это моя семья, чего я добился. Мои дети и мои внуки. Вот это, наверное, самое большое достижение. Секрет счастливой жизни от заслуженного тренера России Валерия Георгиевича. Честность, доброта, ответственность и помощь близким и друзьям. Я думаю, это, наверное, вот по такому принципу должен жить любой счастливый человек. Это был Валерий Георгиевич Газаев, заслуженный тренер России. Человек, который знает о футболе все и даже чуть-чуть больше. И на этом программа «Хороший завтрак» с Дмитрием Нестеровым подошла к концу. Увидимся на следующей неделе. Спасибо вам большое. Желаю вам хорошего завтра. Ах, спасибо.